27 декабря в пятницу в Могилеве состоялась губернаторская елка. Впервые она прошла во Дворце культуры области. На нее пригласили более полутысячи детей со всего региона. Отличники учебы, победители Олимпиад, лидеры общественных организаций, а также дети, которые остались без попечения родителей. Ведь это часть благотворительной акции «Наши дети». О губернаторской елке, подарках и новогодней сказке расскажет Кристина Каранкевич. Губернаторская елка – главный детский утренник. Приглашение сюда, можно сказать, подарок за прилежание и успехи. А впечатления от него станут ярким и теплым воспоминанием детства. Настроение очень хорошее. Тут все нравится, все очень красиво и все сделано именно для детей, чтобы им понравилось. Каких чудес вы ждете в эти праздники? Ну, хорошего времяпрепровождения впервые. Хорошего настроения. А мечты у тебя какие-то? Ну, я вот занимаюсь битбоксом. Ну, я сейчас что-то такое? Конечно. Ну, вот хочу стать как-то, выдвинуться в этом, стать популярным в этом. Класс. Чтобы было в семье все хорошо, у родных и близких было со здоровьем все в порядке. Настоящего новогоднего чуда пожелал ребятам и председатель Могилевского облсполкома Леонид Заяц. И началась сказка. В этом году творческая группа постаралась создать представление для всех возрастов. Волшебный переплет – сказка с современными технологиями. Но, как и прежде, главная новогодняя история о добре, взаимовыручке и настоящей дружбе. За время рождественских и новогодних праздников главную сказку области посмотрит примерно 30 тысяч ребят и их родителей. Всего же в республиканской благотворительной акции «Наши дети» примут участие примерно 150 тысяч маленьких жителей со всего региона. Ведь главный принцип внимания каждому ребенку актуален вне времени. Предпраздничные декабрьские дни, пожалуй, одни из самых теплых и душевных. А еще это время, когда подводят итоги. 2019-й для нашей области выдался спокойным и благополучным. Сели хлеб, убирали его. Вставляем продукты продовольствия на наши продавительские рынки в Могилевской области и в целом страны. Работает промышленность, работает социальная сфера. Строятся новые объекты, которые решают многие проблемы среди общества нашей Могилевской области. Хочу сказать, что силы и возможности нашей Могилевской области достаточно огромные. Почему? Потому что самое богатство нашей Могилевской области – это, конечно, наши люди. Трудолюбивые, честные, порадочные, с которыми можно сделать большие дела. Что ж, сейчас вся малышня области хороводит на утренниках и ждет, что их мечты исполнятся в новогоднюю ночь. А мы, взрослые, отчитываем последние дни уходящего года. И верим, что Новый год принесет региону добрые вести и успех.